Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в Канаду. Сегодня мы с вами отправляемся в деревню, на рынок, и также я вам расскажу про менонитов. Я не знаю, слышали ли вы про менонитов и амишей, но это очень интересно. Я сама как бы слышала много про них, но вот подробно узнала сейчас впервые. Посмотрите, я вот сняла кадры. И люди, которые живут в принципе в своем, так сказать, времени, они остались так же, как они жили 500 лет назад, так же они живут и сейчас. Продолжают ездить вот на таких вот телегах. На самом деле многие из них не имеют машин, не пользуются электричеством, но я забегаю вперед. Давайте я вам сначала расскажу, кто это такие, откуда они взялись и как они живут. Менониты. Движение менонитов возникло где-то в середине XVI века, и основателем его был Менон Саймонс. Отсюда и пошло название менониты. И идея всей идеи их, так сказать, религии, ну, собственно, это баптисты, было то, что они отказывались брать в руки оружие, такие вот первые пацифисты, и в том, что они детей не крестили при рождении, а крестились люди, когда они вырастали. То есть их идея была в том, что человек должен сам выбрать религию и не крестить его, когда он еще младенец и ничего не понимает. В принципе, ничего такого крамольного с нашей точки зрения сегодняшней в этом нет. Но тогда это было совершенно что-то невообразимое для церкви. Их преследовали, их сжигали на кострах, их убивали, их сажали в тюрьму. Ну, в общем, и поэтому они всей своей коммуной переезжали с места на место, потому что идея была в том, что они не хотели воевать, они не хотели брать в руки оружие. Поэтому там, где в те времена воевали все всегда и друг с другом, поэтому там, где затевалась какая-то война, их призывали в армию, они отказывались это делать и уезжали в другое место. Например, в Северную Америку, в Южную Америку было очень много мононитов, комьюнити большой в России, которые, в принципе, после революции, они все оттуда тоже уехали, кто в Латинскую Америку, кто в Северную Америку. В общем, почти их не осталось в Европе. А у нас вот их много. Вы видели на кадрах, вот сейчас мы на рынке, в их, так сказать, поселении, ну не совсем в их поселении, но в месте их, так сказать, плотного проживания. Есть большой сельскохозяйственный рынок, и поскольку они в основном занимаются сельским хозяйством, то вот все вот это вот выращенное ими, их руками сделанное, очень популярно и очень пользуются большим спросом в Канаде. Вот поэтому вот такой вот целый рынок. Называется место Сент-Джейкобс-Маркет, и там рядом есть городок Сент-Джейкобс, и много вокруг деревушек, где они живут. Значит, я быстро сейчас вам расскажу, в каком виде это происходит. Сейчас вот видите, девочка одета в их одежду. То есть вот они вот так вот одеваются, длинные платья, чепчики, мужчины в шляпах, бородатые. Вы, наверное, слышали про амиши, про мононитов. Наверное, может быть, видели какие-то картинки, что вот в Северной Америке, в Штатах, это в основном штат Пенсильвания, у нас они расселены по всей территории Канады, и они сохранили свое первозданное, так сказать, состояние с XVI века. Одежду и привычки, и то, как они ведут себя, но их очень много есть, так сказать, градаций. И вот в самом начале видео мы прослушали, так сказать, лекцию о том, в каком виде это комьюнити существует сегодня. Их 33 вида менонитов. Ну, звучит вида как, ну, не совсем вида, но я имею в виду 33 варианта того, как выглядят, как живут и как ведут себя менониты сегодня. Самый такой ортодоксальный, это называется horse and buggy, это лошадь и телега, это те, кто до сих пор ездит на лошадях и телегах, не пользуются никакими благами цивилизации. У них в домах нет электричества, они не ездят на машинах, естественно, никаких селфонов и вообще никаких телефонов. У них в деревнях есть такая типа будка, телефонная будка, если вы помните такое вот дело, которое может быть использовано в случае emergency, ну, вот если что-то случилось, то тогда там позвонить, вызвать скорую и так далее. Следующая градация – это black cars. Это те, кто уже ездят на машинах, пользуются электричеством. Но почему они называются black cars, черная машина? Потому что машина у них только черного цвета. Ну, вот так вот они решили, чтобы не выделяться. Их главная идея еще в том заключается, что скромность и, ну, скажем так, незазнайство – это правильный путь жизни. То есть человек должен быть скромным, не должен выделяться, не должен показывать какие-то свои доходы и богатства. И скромность, в общем, главное украшение, как это не банально звучит, но тем не менее. И следующая, так сказать, градация – это люди, которые выглядят абсолютно так же, как все мы, пользуются всеми благами цивилизации, учатся в университетах, работают на нормальных работах, программистами, докторами, политики есть среди них даже, но они посещают Меннонитскую церковь, и они себя относят к Меннонитской церкви. И все вот это вот, все три вот этих вот варианта еще делятся на разные подварианты, и в результате получается, что 33 как бы под церкви, вот этой Меннонитской церкви, которая как бы является основным главным их учением, и вот они вот подразделяются на такие вот разные совершенно сегменты, вот начиная от людей, которые не пользуются электричеством и ездят только на лошадях и в тележках, кончаясь абсолютно современными людьми, такими же, как мы с вами. Я вам показываю рынок, мы были на нем, мы кое-что купили, много, вернее, что купили, сыр, мед, варенье, хлеб, все это местного производства, и все очень органическое, потому что выращивается без удобрений, ну, так они говорят, я не знаю на самом деле, насколько это правда, но так считается. На этом рынке продают не только товары Меннонитов, на этом рынке продают много людей, которые к Меннонитам не имеют никакого отношения, это рынок, туда могут приехать продавать кто угодно, но вот, видите, место довольно интересное, очень много продавцов вот из этой Меннонитской общины, и, в принципе, видите, продают не только продукты, продают украшения, картины, какие-то изделия, сделанные руками, вязаные, я дальше вот будем смотреть, я вам буду показывать, вы просто смотрите и слушайте меня, я, может быть, не всегда буду говорить то, что я показываю, то, что видно на картинке, но, в общем, об этом я рассказываю. Вот, видите, кто из этих людей Меннонит и кто нет, трудно сказать, потому что, как я уже сказала, среди Меннонитов очень много людей, которые выглядят совершенно современно и выглядят так же, как и мы с вами, это очень крепкая комьюнити, они себя считают братьями все, и все помогают друг другу, если что-то случается, там, пожар или какое-то бедствие, все собираются и приезжают, помогают друг другу, помогают отстраивать сгоревший дом, например, или там еще что-то, в общем, они распространены по всему миру, и в Африке они живут, и именно местные африканские Меннониты, в Латинской Америке их очень много, ну и очень много в Канаде, как ни странно. Амиши – это немножко другая, как бы, часть, они отделились от Меннонитов в то время, когда Меннониты решили, что они могут немножко отойти от основной религии, разрешили там пользоваться электричеством кому-то, быть более современной, жить более современной жизнью. Амиши это все отрицают, среди них есть только те, кто вот продолжают находиться в том же состоянии, XVI века, в каком они находились в течение 500 лет. Много, конечно, интересного всего на этом рынке. Овощи, фрукты, в общем, колбаска местная. Да, я забыла сказать, что движение Меннонитов образовалось в Голландии и в Германии. То есть все эти люди, они потомки голландских и немецких иммигрантов, беженцев, так скажем, которые уехали из Европы в свое время в Северную Америку. И поэтому очень сильны традиции в еде именно такого немецко-голландского кухни, как, например, колбасы всякие, сыры. В общем, все вот такое очень интересное тех времен. То, что было принято есть тогда, они продолжают это готовить и есть сейчас. После этого мы заехали по соседству, есть музей стекла и керамических изделий, музей-магазин. В принципе, очень красивые вещи, авторские работы, которые можно посмотреть, можно их купить. Стоят они безумно дорого, поэтому мы только смотрели. Очень красиво, очень интересно. Я вот тут поснимала, буду вам показывать и заодно продолжать дальше рассказывать про наш штрип. Это мы с друзьями, на самом деле, поехали туда на выходные. Это где-то час езды от того места, где мы живем, вот этот самый рынок и вокруг вот эти вот городки с этим музеем. Потом мы заглянули еще в их Минонитский ресторан и там пообедали, тоже покажу вам в конце. Пища очень простая, самая такая примитивно простая, но очень вкусная. Они именно вот весь их бизнес в основном замешан на приготовлении еды, на продуктах, на сельском хозяйстве. Не только, у них есть мебельные магазины там в их поселениях, еще какие-то бизнесы, но в основном, конечно, это еда и продукты. Потому что вот они всегда занимались сельским хозяйством и продолжают им заниматься до сих пор. И опять же, я повторюсь, еда очень простая, но, в общем, такая вот здоровая, обычная, такая добротная, знаете, еда была очень вкусна. Ресторан довольно дешевый по нашим меркам, по ценам, которые у нас сейчас есть в других ресторанах. Мы там, в принципе, хорошо так пообедали, салат, второе, десерт, кофе и заплатили где-то долларов 25-30 на человека, что, в принципе, очень дешево. У нас сейчас 30 долларов стоит одна порция в любом ресторане. Вот, ну там без всяких изысков, очень простое помещение такое, знаете, простые столы клеенкой накрытые. Вот, девочки работают вот эти минонитские, таки в передничках, в чепчиках, так интересно. И они очень приятные люди. Я должна сказать, что пообщавшись с ними, вот их характеристика в том, что они не закрыты. Это комьюнити, которая не замыкается в себе, потому что вот они как-то отличаются от всех остальных, они другие. Поэтому они как бы немножко от других как бы людей, которые живут в миру, так скажем. Они, ну как бы не хотят с ними контактировать. Очень хотят. Они очень открытые, очень приятные люди, очень добродушные, такие добросердечные, гостеприимные. В общем, самые лучшие у меня остались впечатления. Вот это мы все продолжаем бродить по этому музею стекла и глины. Стать минонитом может кто угодно. Любой человек может прийти в их церковь и сказать, что я хочу быть минонитом. И они вас примут к себе в церковь. Также женятся они не обязательно между своими. Человек из минонитской среды может выйти замуж или пожениться с кем-то из обычной, так сказать, жизни. И тогда уже они решают, допустим, муж минонит, жена нет. И они решают, что жена будет в минонитской церкви или муж уходит от минонитов. У них, значит, нет такого, что если человек уходит от минонитов, он становится каким-то проклятым, и с ним никто знаться не хочет. Нет. Семья поддерживает с ним отношения. Единственное, что он перестает посещать минонитскую церковь и перестает быть членом общества, их комьюнити. Да, вот еще одно очень характерное их занятие – это производство кленового сиропа. Прямо мы приезжали, знаете, такие леса и деревья с этими ведрами привинченными, в которые они собирают кленовый сироп. Продают очень много разнообразных все-все-все кленовые сиропы, которые производят у нас здесь и продают. Многие из них именно вот это минонитское производство. Это мы были в пекарне при ресторане. Есть в пекарне маленький магазинчик, где продают самые разнообразные детские одежды, которые сами они шьют. Мыло, которое они сами делают, домашнее, органическое. В общем, это все уже, конечно, такой бизнес, понимаете? Вы видите, что все так запаковано красиво. Они уже как бы не совсем такие первозданные минониты. Они уже немножко обучились тому, что надо продавать, чтобы зарабатывать деньги. И вот приехал человек в эту пекарню. Вот он прямо вот так на лошади приехал. Вот это вот его машина, повозка с лошадью. Вот так он передвигается, так он ездит. Мы фотографировались, рассматривали его лошадку. Еще одна пара, и вот мы с друзьями, значит, фотографировались возле этой лошади. Он очень терпеливо стоял и ждал. Мы даже не замечали его, что он стоит и ждет, чтобы мы, так сказать, наигрались с его лошадкой. И стоял, улыбался себе в бороду и ждал, когда мы уже наконец наиграемся. То есть человек терпеливо стоял и ждал, пока мы, значит, будем, сделаем все фотки. Вот это ресторан. Вот такая вот порция еды. Вы видите, такое, знаете, вот деревенская прям такая еда. Вот это вот десерты нам привезли. Вот такую вот целую телегу можно было выбрать. В общем, прекрасно, вкусно. Был замечательный трип. Девочки, кто живет в Канаде, всем рекомендую. Место называется Сент-Джейкоб-Маркет. Вы, наверное, знаете. Там же рядом городок. Мы еще туда потом поехали. Погуляли там. И, в общем, прекрасно провели время. А на сегодня все. Надеюсь, что вам понравился мой рассказ. Было интересно. С вами была Дита из Канады. Всех люблю, целую. Пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok